Ну что, выходные для нашей команды, как и для тысяч других Гардианов, выдались очень непростыми. Мы проходили новый рейд «Гибель короля» из первой части, если точнее. Отличий при переносе рейда почти нет, однако чтобы не запутаться, я расскажу обо всех механиках как о полностью новых, неважно играли вы в первую часть или нет. В ближайших нескольких видео мы поэтапно разберем все прохождения рейда, потому что он достаточно большой, а затем я соберу их все в один плейлист. Как и всегда, обращаю внимание, гайды по рейду записываются в первые дни, а то и часы после его появления в игре. Дальше, возможно, найдутся более оптимальные способы прохождения этих этапов, поэтому всегда следите за тем, какие тактики предлагаются в сообществе. Но прежде чем мы начнем, минутка рекламы для спонсора, благодаря которому вышел этот ролик. Dwing.net Старый и проверенный сервис, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева Ведьма и нового сезона Добыча. Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Локация, в которой начинается рейд, это коридоры корабля Орикса, Дредноута. Сразу после вашего появления перед вами на небольших столбах появляются два релика, светящиеся сферы, которые необходимо одновременно вложить в алтарь, отмеченный неподалеку. Эту операцию нужно проделать 6 раз. Сложность в том, что релики каждый раз появляются в разных местах. Порой вам придется пройти по коридорам Дредноута достаточно далеко, так что действовать нужно быстро. Когда вы будете брать релики, дверные проемы будут закрывать преграды, которые нужно просто ломать с оружия. Поэтому я бы советовал вам после того, как вы вкинули первые два релика, расходиться в разные стороны командой по двое или по трое игроков. Так, чтобы сопровождающие стражи быстро отстреливали появляющихся мобов и открывали преграды, а реликоносец беспрепятственно доставлял сферу в нужный спот. Делать это нужно примерно одновременно с обоими реликами, так что разойдясь по две стороны и прежде чем подобрать релик, предупредите напарника, который также ищет релик на другой стороне, чтобы ваши таймеры были наиболее синхронны. После того, как вы активировали шестой алтарь, появляются мобы, убив которых, открывается портал, а внутри вас ждет первый сундук с наградами рейда. Пройдя дальше по коридорам и перепрыгивая по нескольким маятникам, попадаем в ангар с перемещающимися кораблями улья. Тут придется поупражняться в ловкости и запомнить паттерн прыжков. Для первого раза показываю очередность прыжков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда все игроки переберутся, доходим до еще одной хайв-маршрутки. Один корабль перевозит игроков на другую сторону, но с одним препятствием. Силовой стеной, которая не пропустит никого, кроме самого корабля. Чтобы пройти, два игрока встают на две платформы по краям обрыва, а остальные проезжают и открывают стену такими же круглыми платформами с другой стороны, чтобы те два игрока могли переправиться. Но будьте внимательны, тут же вас ждет первый секретный сундук. На видео я как раз показываю, как до него добраться. Поскольку этот сундук не за этап, а бонусный, наградой будут моды и те легендарные рейдовые предметы, что уже вы выбивали ранее. После того, как вы прошли эту череду прыжков и поездок, вы доходите до первого основного этапа – тотемов. Тут три зала и огромные ворота по центру. Цель этапа – их открыть, заполнив для этого все руны, что расположены на косяках этой гигантской двери. Сейчас будем разбираться, что вам необходимо для этого сделать. Для начала вам нужно распределить роли в своей группе на две тройки. С самого начала вы увидите одну круглую платформу в центре и две примерно такие же слева и справа от вас. Два игрока занимают место в центре и их задача начинается с того, чтобы отстреливать сильных врагов. Обратите внимание, что мелкий трэш, выходящий по центру, можно и даже иногда нужно игнорировать и пропускать, чтобы те добежали в боковые залы. Фокусируйтесь на противниках, появляющихся сверху на балконах, ведьмах и одержимых рыцарях. В какой-то момент этапа в центре также появится неудержимый воитель Огр, так что учитывайте это при подготовке своего снаряжения и подбора модов. Как устроен весь процесс механики? Один игрок справа и один игрок слева берут бафы, расположенные на лестнице на выходе из центрального зала и бегут к тотемам как можно скорее. Если тотем останется на какое-то время без игрока с бафом на нем, он убьет всю команду. Баф, который вы подбираете, называется клеймот кача. Убивая противников, носитель этого бафа накапливает стаки другого бафа. Сила смертопевца. У него иконка ключа, будем назвать его ключом. Именно поэтому я вначале сказал пропускать мелких врагов с центра, чтобы игроки на тотемах могли легко набить как можно больше стаков на ключ. Итак, игрок на тотеме стоит с одним бафом ткача и обратным отчетом на нем. Отстреливая мобов, копит множитель на бафе ключе. К тому времени, как таймер будет подходить к концу, нужно, чтобы к нему прибежал другой игрок из его тройки и забрал у него баф, заменив его на платформе с тотемом. Для того, чтобы баф можно было забрать, этот игрок должен сначала убить одержимого рыцаря на балконе в центральной комнате и подобрать с него третий баф, владелец клейма. После того, как у игрока забирают баф, он бежит в центральный зал и, встав на платформу, как бы счищает с себя баф с ключом Сила Смертопевца. В общем, вам нужно скинуть по нашим подсчетам порядка 200 стаков, но тут поправьте меня в комментах, если не так, я, честно говоря, не до конца уверен. После того, как он счищает все ключи, нужно убить ведьму на балконе, после нее спаунится рыцарь, убив которого, вы сможете подобрать с него тот самый баф, который позволит вам вернуться под тотем и забрать баф ткача у игрока под ним. То есть, у нас самая банальная эстафета, в которой вам, чтобы передавать один баф ткача, нужно убивать рыцаря и получать на это возможность с помощью другого бафа, а уж параллельно с этим, настреливая мобов, вы стакаете баф с ключом, который просто нужно туда-сюда бегать и счищать на центре. Да, много слова баф-баф-баф, много беготни, но поверьте, стоит только попробовать самому понять логику, и вы пройдете этот этап очень просто. Надеюсь, мое видео вам поможет сориентироваться быстрее. На этом пока все, я пошел делать видео по следующим этапам, так что подпишись на канал, чтобы не пропустить руководство. Спасибо за просмотр и до связи!